Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом видео я хочу вам показать свои допы, которые я купил для своей горелки Jetboil. Речь сегодня пойдет о вот этом таганке, который мы сейчас с вами распакуем, ну и посмотрим, что он из себя представляет. И самое важное, на мой взгляд, это, ну по крайней мере это для меня, это вот такой вот френч пресс для кофе. Тоже мы его сейчас распакуем и покажу, как оно все выглядит и как оно все работает. Ладно, давайте начнем сначала с таганка. Жалко, конечно, что он не идет по умолчанию вместе с горелкой. Ну, что теперь делать? Давайте вот откроем, открывается он быстро и получаем вот такой вот таганочек. Тут вот ножки можно вот так вот поставить, скажем так. И давайте непосредственно сейчас приделаем это к горелке. Будем смотреть посредственно. Так, вот таким вот образом оно все вставится. Только еще-то я не понял, почему оно... А, во, все нормально. О, все, отлично поставилось. Сюда можно, допустим, вставить какую-нибудь титановую кружку, например. И так же готовить легко. Выглядит это все вот таким вот образом. Как бы прикольно, мне нравится. Ладно. Далее, теперь самое интересное. Посмотрим этот френч пресс. Так, давайте посмотрим все-таки сейчас френч пресс. Хочу его аккуратно вскрыть, чтобы можно было использовать потом данную упаковочку. И брать ее с собой. Хотя, может быть, в этом и нет необходимости. Не знаю, посмотрим. Так. Упакован. Так, черт с ней, с этой упаковкой. Пакетики буду ее ткать. Так вот. Здесь у нас совесть запаковали. Ладно. Опс. Вот. Как можете видеть, две такие вот тубочки. Соответственно, одна вкручивается в другую. Вот таким вот образом. Ну и другая, соответственно, непосредственно в саму сеточку. Так. Но. Прежде чем мы крутим сюда, надо пробить в крышку. Вот здесь в крышке есть специальное отверстие под это дело. То есть мы вот таким образом накручиваем. То есть и получается у нас полноценнейший френч пресс. То есть вот таким образом он туда заходит. И все. То есть мы можем делать отжим кофе. Соответственно, вот через это отверстие с носиком наливать в кружечку или в термос. И все. Как бы система-то не затейливая. Очень простая. Также быстро, легко разбирается. Все, видите. Буквально пару секунд. Я даже думаю, наверное, это можно его куда-нибудь наверх положить. Но это я потом поэкспериментирую. Или в крайнем случае придется мешочек какой-нибудь брать, пакетик для транспортировки вот этого всего левайка. В общем, собственно, вот такой вот небольшой обзорчик ништячков для джетбойла. Если вам понравился видос, ставьте лайк. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну, если хотите, конечно. Ну, а с вами был Вилли, канал Моторхайкер. Увидимся в следующих видосах. Увидимся в следующих видосах.